Мы находимся в преддверии парламентских выборов, отличающихся от тех, что имели место до сих пор. Мы, граждане этой страны, обладающие избирательным правом, впервые будем избирать депутатов парламента согласно смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 из 101 депутатов будут избираться, как это было и до сих пор, по партийным спискам, а 51 депутат по одному от каждого одномандатного округа. Рассмотрим, что собой представляют одномандатные избирательные округа. На предстоящих парламентских выборах Молдова географически была поделена на одномандатные округа. В каждом одномандатном округе могут проголосовать порядка 55-60 тысяч избирателей. Таким образом, рассчитав количество голосующих, в муниципии Кишиноу будет создано 11 одномандатных округов. В автономии Гагаузия муниципий Белц и Приднестровья по два. На оставшейся территории страны 31 избирательный округ. Избиратели, проживающие на левом берегу Днестра, смогут проголосовать на избирательных участках, расположенных на территории, находящейся под юрисдикцией Республики Молдова. Последние три одномандатных избирательных округа предназначены для диаспоры. То есть граждан нашей страны, живущих за ее пределами и обладающих правом голоса. Следовательно, в составе будущего парламента диаспора будет представлена тремя депутатами. Один от имени мигрантов, проживающих к востоку от Молдовы. Второй от тех, кто проживает к западу от нашей страны. И третий от имени молдавских избирателей, живущих в США и Канаде. Таким образом, 50 депутатов войдут в состав будущего парламента от партий, которые на выборах наберут свыше 6% голосов. И от избирательных блоков, которые наберут более 8% всех голосов. Для уточнения, избирательные блоки могут быть созданы из двух и более партий, участвующих в выборах. Остальные 51 депутат будут избраны из ряда электоральных конкурентов, набравших наиболее число голосов в одномандатных избирательных округах, в которых они выдвигали свою кандидатуру, причем только в одном туре. Один и тот же кандидат может избираться как по партийным спискам, либо спискам избирательного блока, так и по одному из одномандатных округов. Претендент может выдвинуть свою кандидатуру как от избирательного блока или партии, так и в качестве независимого кандидата. Если один и тот же кандидат будет избран и по партийным спискам, и по одномандатному избирательному округу, он получит парламентский мандат только как депутат одномандатного избирательного округа. На должность депутата парламента страны может претендовать человек, обладающий избирательным правом, достигший на момент дня выборов возраста 18 лет и являющийся гражданином Республики Молдора. Чтобы зарегистрироваться, каждый кандидат должен в установленные сроки представить Центральную избирательную комиссию от 500 до 1000 подписей в свою поддержку от граждан, обладающих избирательным правом и проживающих в соответствующем избирательном округе. Если кандидат – женщина, то количество подписей в ее поддержку должно составлять от 250 до 500 подписей. Кандидаты от избирательных округов Левобережья и Адмистра и тех, что расположены за пределами страны, могут собирать подписи в свою поддержку в любом избирательном округе. Списки с подписями, называемые также подписными листами, следует представить в Центральную избирательную комиссию для проверки и утверждения в сроки, установленные законодательством. После утверждения подписных листов кандидат может зарегистрироваться в качестве электорального конкурента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова